Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. В следующие несколько минут я буду говорить с вами на очень важную тему, а именно «Переживет ли Церковь Великую Скорбь?». Если вы слышали о том, что это такое, то вы знаете, что Великая Скорбь продлится 7 лет, но будет поделена на 2 периода — по 42 месяца. Однако идут большие споры о том, когда же к нам вернется Господь и воскреснут те, кто умер во Христе. Одни считают, что это произойдет в начале этих 7 лет, и тогда зазвучат трубы, а мертвые воскреснут. Еще есть люди, которые верят, что это произойдет в середине Великой Скорби, и именно в этот момент на Землю вернется наш Господь. Но есть и третья теория, которая становится все популярней. Сегодня я хотел бы сконцентрироваться именно на ней и доказать несостоятельность теории о том, что все произойдет в самом конце скорби. Потому что в последнее время эта теория забирает все больше приверженцев двух первых. У меня есть друзья и среди приверженцев второй теории, и среди третьей, и мы с ними хорошо выживаемся и считаем, что у каждого может быть свое мнение. Я считаю, что если уж во что-то верить, то надо искать подтверждение тому Библии. Если же я с чем-то не согласен, то я не буду просто высказывать свое мнение, а подкреплю его примерами из Библии. Если говорить об основах веры в силу предсказаний у баптистов, методистов, пятидесятников и харизматов, то первый можно сформулировать так. «К нам вернется Господь». И споры возникают лишь по поводу того, когда это произойдет. В начале, середине или конце Великой Скорби. Второй тезис, с которым все соглашаются, звучит так. «Наступят тяжелые времена, которые Иисус назвал Великой Скорбью». Об этом вы можете прочесть у Матфея. А у Даниила мы знаем, что этот период продлится около семи лет. В это время вернется Господь и будет царствовать на земле. Мы знаем, что на этом и закончится Великая Скорбь, но есть люди, которые верят, что самые великие вещи произойдут именно в конце Скорби. По этому поводу есть много мнений, разные люди считают по-разному. Тут я хотел бы заметить, что не стоит распространять мнения и развивать вокруг них шумиху, не посмотрев, что сказано об этом в Писании. Лично я за всю свою жизнь ни в одном из изученных мною источников не увидел доказательства того, что все произойдет после Великой Скорби. И Иисус придет к нам в самом ее конце. Мне приходит много писем, где люди спрашивают меня об этом. А вот почему я считаю, что просто обязан рассказать, что я не поддерживаю эту теорию и придерживаюсь другой. Считаю, что эта теория всего лишь следствие. Вкратце вам ее объясню. Итак, будет семь лет Скорби. Первая часть будет довольно тяжелой, а вторую сторонники этой теории называют величайшей скорбью. Они ссылаются на то, что так сказано в Откровении. Согласно теории о том, что все произойдет в конце, церкви грозят все семь лет Скорби с самого начала до конца, до самого пришествия Иисуса. Тогда мы встретимся с Ним и снова вернемся на землю. Я называю это «разворот на 180», потому что теперь уже мы вернемся на землю. Но есть в этой теории один интересный момент, которому можно найти подтверждение в Библии, а именно, что во время Великой Скорби произойдет обезглавливание людей. Приверженцы этой теории считают, что этими людьми станут христиане со всего мира, которые не отрекутся от своей веры. Это строки, где говорится о мучениках, обезглавленных за слово. Затем на землю вернется Христос с ангелами и установит здесь свое царство, как это предсказано в Евангелии от Матфея. Сторонники этой теории считают, что это те же ангелы, о которых говорится в Откровении, где Иисус едет на белом коне, а за ним следуют небесные воинства. Вот почему они верят, что Иисус пошлет ангелов, а Матфей пишет, что они соберут церковь с четырех концов земли и приведут ее на встречу с Господом в Иерусалиме. Они считают, что в конце Великой Скорби все изменится в один момент. Смерть будет побеждена, у нас будут блаженные тела, и нас снова заберут на небеса. Еще они верят, и вы должны обратить на это внимание, что Иисус будет осуждать людей с места под названием Бима. И тогда верующих вознаградят, и это будет происходить на земле в конце Великой Скорби и продлится неизвестный период времени. Вот о чем я хочу спросить вас. Идет ли тут речь о церкви, пережившей это время церкви, чьи верующие воистину спасутся, их имена будут записаны в книге жизни Агнца? Сейчас мы не будем говорить о второй теории, а поговорим о третьей. Так вот, будем ли мы на земле семь лет, или попадем на небеса через три с половиной года? Или же проведем на небесах все эти семь лет? Вот что я вам скажу. Я не похвалюсь, а просто хочу сказать, что мои данные подтверждены многочасовыми исследованиями. Мы должны уточнить один важный факт, описываются ли события книги Откровения в хронологическом порядке или нет. Ответом на этот вопрос будет «да». Чтобы стыковались все события приверженцев третьей теории, мы должны поменять местами некоторые главы из этой книги. Например, если вы откроете первую главу Откровения, вы увидите, что Иисус там первосвященник. Во второй и третьей находятся послания к семи азиатским церквям. В четвертой сказано «Я услышал голос, подобный звуку трубы». С четвертой по девятнадцатую главу описывается, что именно произойдет во времена Великой Скорби. С четвертой по девятнадцатую главу описывается, что произойдет во времена Великой Скорби. Ветхий Завет видел Великий День Господень, День Мщения Бога Нашего и День Гнева Господа. Иоанн в своем Откровении увидел кульминацию этих событий и связал их вместе. Вот почему там говорится о семи трубах ангелов и семи чашек. В этих строках мы видим разные кары, которые будут посланы на землю в течение этих лет. Первая часть этой кары в Откровении названа «Гневом Агнца». Далее его называют «Гневом Бога». Об этом гневе знали еще ветхозаветные святые. Исайя пишет о том, что в эти дни земля сдвинется с места, а созвездия упадут с неба. Иоанн рассказывает о крови, огне и столпах дыма. Все будет именно так, когда Бог осудит землю. Послушайте, что сказано в книге Откровения. Там вы тоже можете прочитать о том, что увидел Иоанн в своем видении. В 9 главе он пишет «Я увидел, как отворилась бездна, и из образовавшейся ямы ползли странные создания». Он видит то, что происходит под землей, на земле и на небе. То есть на том небе, где находятся солнце и звезды. Но он не ограничивается этим. Он видит и третье небо, о котором говорится в Библии. Именно там находится рай и пребывает Бог. У Иоанна было четыре видения о том, что будет происходить под землей, на земле, на небе и на небесах, которые находятся над видимым небом и где пребывает Бог. Вернее, он видел в своем видении, что будет происходить в четырех измерениях. Я хотел бы обратиться к вопросу, о котором я уже упоминал сегодня. А именно, происходит ли событие в книге Откровения в хронологическом порядке? И я отвечаю на него «да». У меня есть все подтверждения. Иоанн шесть раз говорит «после сего» и два раза «после». Ведь мы говорим «сейчас», мы слушаем проповедь, а «после» мы пойдем есть. Это и есть хронологический порядок. И означает, что сначала я сделаю это, а потом то. Слова, которые использует Иоанн, а именно «после сего» и «после», указывают на то, что эти события произойдут в определенном порядке, что за этот период времени они произойдут одно за другим. Итак, фактом, который мы должны признать, является то, что события Откровения происходят в порядке хронологии. Перейдем к следующему вопросу, который звучит так. Когда святые прибудут на небеса? Для ответа на него мы обратимся к пятой и шестой главам Откровения. Иисус снимает с книги семь печатей, а еще там сказано, что никто не мог раскрыть эту книгу ни на небе, ни на земле, ни под землей. Эта книга с семью печатями — очень интересная вещь. Когда я был в одном музее, я увидел там вещь, которая меня очень потрясла. За стеклом я увидел реальный документ, составленный во времена Римской империи. Он был перевязан кожаными ремешками и запечатан семью печатей. Сам документ был распечатан, но во время раскопок были обнаружены эти печати. Такие документы в те времена оставляли состоятельные люди. Как, например, Октавиан Август. То есть книги с семью печатями были тогда обыденной вещью. Вот почему Иоанн пишет о том, что Иисус на небесах открыл книгу с семью печатями. Если вы в те времена были состоятельным человеком, и, составляя завещание, хотели, чтобы оно надежно хранилось до того дня, когда вы умрете, у вас должен был быть такой перстень с печатью. На нем изображена прекрасная звезда Давида. Вы должны были перевязать его и собрать семь свидетелей, которыми обычно были родственники и друзья. Вы должны были перевязать его кожаными ремешками, залить воском, и семь свидетелей должны были оставить на нем оттиски своих перстней. Когда человек умирал, и его завещание вскрывалось, и он был состоятельным человеком, при этом должны были находиться эти же семь свидетелей. А если из них кто-то к тому моменту уже был мертв, приходил его сын с семейным перстнем. Вспомните блудного сына. Ведь отец тоже дал ему перстень. У каждого мужчины в те времена был такой перстень. Вы должны были прийти к ним на чтение завещания. Эти перстни сличали с печатями, и только тогда ломали одну за другой печать. Именно так происходило чтение завещания состоятельных людей в те времена. В Откровении неспроста упоминаются семь церквей, ни десять, ни двенадцать. Вот почему в Откровении обращаются к семи священникам. Каждый из них должен будет присутствовать при чтении этого завещания, потому что Иисус адресовал эту книгу семи церквям. Эта книга адресована семи церквям, поэтому их священники должны будут находиться, когда будут сламывать печати. Первую, вторую и так далее. Если священники, которые умерли много лет назад, должны будут присутствовать на небесах, то как могут не воскреснуть те, кто умер во Христе? Ни в Откровении, ни в Евангелии от Матфея не сказано, что кто-то воскреснет во Христе. Когда Иоанн услышал с небес громкий голос, как бы трубный, он тут же оказался у Божьего престола и в духе. Вот как все произойдет. Хотел бы перейти к очень важным вещам. В пятой главе рассказывается о службе на небесах. И эту службу так хорошо провели, что Агнец искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа. Так сказано в пятой главе. Перейдем к самому суду, который описан в одиннадцатой главе. В этой главе есть один стих, который я считаю важным доказательством. Согласно Библии, будет четыре суда. Первый — это суд Великой Скорби, о котором написано в Откровении. Второй — это суд над народом. О нем рассказывается у Иаиля. Мы еще поговорим о нем. Там народы осуждали в долине Иосафата. Третьим судом является суд Великого Белого Престола, который произойдет на небесах после тысячелетия царствования Христа. На этом суде перед Богом предстанут все грешники, бесы и сам сатана. Но будет еще один суд. Нам не дан четкий порядок, в котором они будут следовать. И четвертый суд будет судом Христа, который также называют Бима. На этом суде люди будут вознаграждены за все хорошее, что они сделали. Либо осуждены за то, что они сделали, будучи в своем теле. Я покажу вам стих, в котором рассказывается об этом суде. Это второй важный стих на сегодня, если вы слушаете меня. «А вот он. И рассверепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, а это вы, верующие, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Этот суд является судом вознаграждения. Об этом ясно сказано в этом стихе. Обратимся к еще двум местам Нового Завета, где упоминается этот суд. Первое мы найдем в послании к римлянам. Там сказано «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты, что осуждаешь брата твоего». Или и ты, что унижаешь брата твоего. «Все мы предстанем на суд Христов». Это и есть «бима» по-гречески. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Перейдем ко второму посланию к Коринфянам. «И потому ревностно стараемся во дворе, если выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое». Тут говорится, что мы будем стоять перед Богом, перед судилищем Христовым, то есть там, где пребывает Бог. Он пребывает на престоле, на небесах, в небесном храме. Этот суд произойдет в небесном храме, потому что мы должны будем предстать перед Богом. «В конце Великой Скорби, когда Иисус осудит народы, люди будут вознаграждены не на земле. Народы будут осуждены сбимы. Это будет суд над верующими, над Божьими святыми. Этот суд приведет их в смятение, но на небесах они будут вознаграждены, как сказано в Откровении, и время судить смертво. Но как их можно осудить? Для этого они должны воскреснуть. Чтобы их осудили, они должны воскреснуть. Тут явно должно быть воскресение. И вот что произойдет. Мы воскреснем в нетленных телах. Об этом можно прочесть в первом послании Коринфян. А еще мы получим нетленный венец, то есть венец, который никогда не износится. Я покажу вам еще три стиха. Первый — это обращение Павла к Тимофею. Во втором послании к Тимофею он пишет, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Если бы конец этого стиха был не важен, Павел бы сказал, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». Но обратите внимание, за что дают этот венец. За то, что вы возлюбите его явление. Как вы попадете на этот суд, вам явится Бог. И вы будете рады тому, что он явился вам. И за то, что вы возлюбили его явление, вы получите особую награду, о которой написано. Они дадут ответ имеющему вскоре судить быстрых и мертвых. Это два типа людей. В греческом языке слово «быстрый» означает «также и живой». То есть это те, кто жив. И они будут осуждены одновременно с теми, кто умер. Мертвые должны воскреснуть, чтобы их осудили живыми. Ведь у Павла сказано, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господа, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Павел ставит рядом живых и мертвых. Он рассказывает, как они воскреснут и вместе предстанут перед Богом. А в первом послании Петра сказано, «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидающий венец славы. Он явится нам. Мы возлюбим его явление. Мы будем стоять перед Богом на суде, который будет называться судом судилища Христова, также называемая Бима. И мы получим пять разных венцов, если мы их достойны. Вы получите белый камень и новое имя. Об этом сказано в Откровении. То есть нас благословят за службу Господу. Нас благословят за нашу преданность. Мне кажется, что самое время сейчас сказать на это «Аминь». Итак, что же думают сторонники того, что все произойдет в конце, о Биме? Если мы эти семь лет проведем не на небесах, а вернемся назад, то получается, что Бима будет происходить на земле, а не на небесах. Я не понимаю, как можно было вообще прийти к такой мысли? Ведь в Писании ясно сказано, что когда Господь вернется к нам, Он принесет возмездие с собой. А сторонники третьей теории почему-то считают, что все будет так. Иисус вернется к нам на белом коне, и за ним будут следовать 250 миллионов белых коней, несущих венцы. Ведь подумайте, если вам нужно вознаградить несколько десятков миллионов людей венцами, то кто же должен доставить их с небес? Ну, немножко посмеялись, да и хватит. В Библии сказано, что его возмездие с ним, а не наше возмездие с ним. Обратите внимание на эти слова. Наше возмездие будет с ним. Будет суд, и мы будем вознаграждены, когда Бог вернется на землю. Что же говорит нам Павел о своей награде? Павел был вознагражден спасением людей и плодом, который он получил за проповедование Благою Вести. Вот какой была его награда. А что такое награда Иисуса? Это возмездие, которое с ним, то есть его награда, это мы. Мы были спасены кровью. Мы части его войска, которое он приведет с собою, когда возьмет землю под свой контроль, и он принесет с собой свое возмездие. А сейчас мы перейдем к Евангелию от Луки. Иисус сказал своим ученикам, когда был на земле, «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь». Тут имеется в виду, что их преследовали за их праведность, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Да, именно так поступали с пророками их отцы. Об этом мы прочли у Луки. То есть Иисус сказал своим ученикам, «Если вы, вы терпите гонение, вас ждет великая награда на небесах». А где мы можем об этом прочитать? Это 11 глава Откровения, и произойдет это убимы. Так будут вознаграждены святые, и те, кто боятся имени Господа и пророков также. Иаков пишет, «Если вы перенесете это искушение, вы получите венец жизни». Его обещал нам Господь. Возможно, я был слишком прагматичен, говоря это, но если вы откроете книгу Откровения, вы прочитаете там о том, что во дни Великой Скорби в Иерусалиме произойдет землетрясение, в результате которого большая часть города будет разрушена и погибнет семь тысяч человек. Когда Иисус вернется, Елеонская гора разделится на две части, на восток и на запад, а посередине будет огромная долина. «Если бы Иисус забрал с собой много миллионов верующих и повел бы их судить на земле, ему бы пришлось убрать город за несколько лет до этого. Разве это было бы неразумно? Потому что мы...» «Нет, давайте я сформулирую это по-другому». Возможно, я стараюсь прыгнуть выше головы, но вспомните эти слова. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В дома отца моего обителей много. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и...» Вот сейчас будут очень важные слова. «Возьму вас к себе». Но и это еще не все. «Чтобы и вы были там, где я». А он находится на небесах, одесною от своего отца. Он будет ходатайствовать за всех нас. Однажды он возьмет книгу с семью печатями из рук своего отца. Он агнец, закланный от создания мира. В Библии ясно сказано, что мы совершим путешествие на небеса. Мы не развернемся на 180 градусов, чтобы вернуться на землю, возродить ее и житься в Новом Иерусалиме. Бог создал небеса, чтобы мы попали туда и наслаждались жизнью там, в лучшем месте, которое Он приготовил для верных Своих. Лично я планирую попасть туда. Это было незабываемо. По нашим данным, это было величайшее главное событие за все 32 года. И у нас есть аудио и видеозаписи для наших телезрителей. Я произнес там пять проповедей. Пророческое знание еврейского года. Я разобрал этот год на основании букв алфавита и рассказал о том, что следует ожидать от этого года в духовном, политическом и пророческом плане. Вам нужно услышать это потрясающее откровение. Затем был код Соломона. Сотни зрителей говорили о том, что это было очень сильное послание в моем исполнении. Используя символы и прообразы, я рассказал о трех людях, которые строили скиния для Бога. Вы узнаете о том, как небеса утратили свою песню, когда Давид вернул эту песню на землю. И как вы через хвалу и поклонение можете вернуть песню небес Богу. Вам нужно это услышать. Еще одна тема будет ли церковь проходить период великой скорби. Мы поговорим о времени прихода Господа. Многие люди считают, что он вернется после скорби, а я на примере Писания покажу, что он придет до скорби и укажу на слабые места других учений. Вы увидите, что эта истина есть в Библии и поймете, что Иисус придет до начала скорби. Затем я учил о пророческом сигнале тревоги. Мне стало интересно, почему после провозглашения о том, что посольство США возвращается в Иерусалим, весь ад восстал против администрации президента. Я увидел подобные вещи в книгах Даниила, Ездра и Неемии. Писание говорит, что стена будет отстроена в самое беспокойное время. Вам нужно услышать это пророческое послание. И последним было сокрытое послание от ангелов, освободивших Лота. Я покажу вам, что в словах, которые ангелы говорили Лоту, есть послание и для Америки. Они предсказали Лоту, то, что будет в США и других частях мира. Я хочу, чтобы вы заказали себе эти проповеди. На диске также есть проповедь Рона Карпентера «Ваша книга судьбы на небесах». Седора Бишопа «Будьте свободны» и Марио Марула «Станьте вооруженными и опасными в духе». Все эти восемь посланий входят в один альбом. Вы можете заказать CD за 55 долларов, а DVD за 95 долларов. Звоните нам или заходите на наш сайт. Пусть Бог обильно благословит вас. Послания с нашей конференции были немного отредактированы на дисках, потому что мы распространяем их по всему миру. Поэтому я рекомендую вам приобрести наш комплект CD и DVD дисков. Особенно DVD, потому что там содержится полезный наглядный материал. Я нахожусь у Международного Центра Омега и хочу показать вам нечто интересное. За моей спиной находится служение Голос Евангелизма, а рядом с ним расположено кладбище, где похоронен мой отец Фред Стоун. Мой отец принял Господа много лет назад. Я не знаю никого, кто молился бы больше, чем он. Он приходил в свой офис и говорил, давайте немного помолимся. Его немного, продолжалось около часа. Все, что мы могли построить, было построено на молитвах. Я хочу поблагодарить тех, кто каждый вечер в четверг смотрит нашу живую молитву. Молитва это просто удивительная вещь. Я надеюсь, что вы сами это ощутите. В конце января, а именно с 25 по 27, мы отправимся в Евангельский храм Собрание Божие. Кроме того, я напоминаю, что в марте у нас фестиваль воинов веры, а в апреле пророческий саммит. Я советую вам посещать наш сайт, чтобы следить за нашими мероприятиями и бронировать места. Мое время сегодня подходит к концу. В следующих программах мы покажем вам еще несколько записей с главного события. Потом мы с вами отправимся на Святую Землю и покажем вам программы, которые сняли в ноябре. Всего их будет 38. Это абсолютно новые программы, которые мы сняли в разных местах. Поэтому продолжайте смотреть фестиваль МАН. Вы можете зайти на страницу моего служения в Фейсбуке и посмотреть записи об ангелах, которые мы сделали в Израиле. Мы с семьей приглашаем вас присоединиться к празднованию моего 60-летия на новеньком норвежском круизном лайнере. Это будет круиз по Аляске. Он пройдет с 23 по 30 июня 2019 года. Для получения более детальной информации зайдите на наш веб-сайт. Забронируйте себе место. Во время этого круиза вы услышите мои проповеди и сможете познакомиться со мной и с Пэм. Мы прекрасно проведем время вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok